Времена года Времена года Времена года С приходом лета Многотысячные стада Карибы Мигрируют на север Аляски Последствия ежегодной засухи Не так страшны Благодаря африканской реке Замбези Чьи серебристые воды Служат источником жизни в Вериде В каждом из этих мест Есть такое время года Когда природа раскрывается Во всей своей красе На большей части земного шара осень Это пора увядания Ночи становятся холоднее А дни короче Леса расцвечиваются яркими красками В Индии Осенью возвещает лишь об окончании сезона Муссонных дождей Вот как описывает его Индийский поэт шестого века Суббандху На смену дождям приходит осень Пора ясных зорь Пора попугаев Слетающихся на рисовые поля Пора бегущих по небу облаков Над озерами разносятся Крики цапель Но осень Это и время тигра Самого крупного представителя Семейства кошачьих Два метра в длину Более двухсот килограммов Стальных мускулов Между пустыней Тар на западе И рекой Ганг на востоке В западноиндийском штате Раджастхан Находится национальный парк Рандхамбор Здесь нашли приют Одни из последних на земле Диких тигров Парк раскинулся у стен Полуразрушенной древней крепости Возведенной здесь тысячу лет тому назад Он располагается на землях Когда-то принадлежавших Махараджам Джайпура И служивших им Охотничьими угодьями Но первыми охотниками Здесь были тигры С незапамятных времен Именно они вершили в джунглях Суд и расправу В тишине Тайна Чаще всего под покровом ночи Тигры в природе Настолько скрытны Что их традиционно считали Исключительно ночными охотниками В индийской духовной традиции Этот ночной властелин Всегда был очень почитаем Специалист по тиграм Вальмик Тхапар Вот уже 20 лет изучает Этих диких кошек И то влияние, которое они оказали На культуру индийцев Тигру Как божеству поклонялись Все индийцы Жившие в лесах Он считался хранителем леса Хранителем деревьев Квинтэссенции всего сущего Сегодня большие кошки Это его страсть И дело его жизни Работа по спасению этого вида Становится все более трудной Очень напряженной И очень интересной Для меня самого Когда-то Когда меня еще никто не знал Я просто выслеживал тигров И наблюдал за ними Бесчетное количество раз Я этого никогда не забуду Это время осталось у меня в памяти Как лучшие годы моей жизни Потому что это было время без страха Страха не было ни у меня Не у тигров Эти годы без страха Последовали за 1972 годом Когда индийское правительство Одобрило вполне идеалистическую программу Названную Проектом Тигр Программа направлена на защиту Этих диких кошек На протяжении многих веков Служивших объектом спортивной охоты Последним оплотом диких тигров Стали специально созданные Тигровые заповедники В том числе и национальный парк Рандхамбор Вальмик одним из первых Начал изучать тигров В Рандхамборе Благодаря его исследованиям Удалось зафиксировать Поразительные изменения В поведении этих животных Когда тигры поняли Что в границах национального парка Им ничего не угрожает Прохладными осенними днями Они стали совершать охотничьи рейды Не только ночью Но и среди бела дня Вальмик впервые смог увидеть Как тигр нападает Его взрывную скорость И страшную силу Однако, несмотря на всю мощь тигра Везет ему довольно редко Каждые четыре из пяти охот Заканчиваются неудачей И бывает, что между успешными охотами Проходит неделя А то и больше Чтобы выжить Тигр должен перехитрить И обогнать своих жертв Которые постоянно находятся на стороже Одно из самых важных мест В рационе тигров Рандхамбора Занимает олень Замбар В национальном парке Обитает свыше двух тысяч голов Этих порнокопытных Живущих небольшими семейными группами Состоящими из нескольких самок С детенышами И одного самца Как только Замбары Учают тигра Они издают характерный сигнал тревоги Который предупреждает об опасности Всех обитателей джунгли Понимаете Я всегда находил тигров Слушиваясь в голос леса Я узнавал об их присутствии По крику пятнистых оленей Обезьян Замбаров Павлинов И услышав эти крики Я прыгал в джип И мчался в джунгли В надежде увидеть что-нибудь интересное В моей памяти хранятся многочисленные воспоминания О встречах с тиграми Но если попытаться вспомнить Что-либо особенное Необычное На ум приходит тигр по кличке Джангас Самец Который жил в нашем парке На протяжении лишь одного сезона Он был мастером водной охоты Он преследовал замбаров на мелководье Джангас делал это настолько виртуозно Что местным тиграм Которые никогда не использовали Подобный охотничий прием Не мешало бы перенять у него этот опыт Я полагаю Что это уникальное явление Которому я был свидетелем Говорит об исключительном интеллекте Этого животного До этого Никто и никогда не наблюдал Ничего подобного Затем Когда тигры только-только Начали раскрывать свои тайны Вальвик стал замечать Что происходят пугающие перемены Затем что-то изменилось Я пытался найти объяснение Тому факту Что тигры стали исчезать Я обманывал себя Потому что не хотелось верить В то Что тигров снова будут убивать Ведь они уже так сильно Пострадали от людей В это трудно поверить Но несмотря на все охранные меры Индийские тигры Вновь находятся под угрозой уничтожения Их кости контрабандно переправляют Через Гималайи в Китай Где традиционная медицина Использует их в качестве лекарств И афродизиаков Ежегодно это стоит жизни Пяти тысячам тигров Решить проблему тигров Можно лишь при наличии Единой стратегии Которая будет поддержана Всеми мировыми сообществами Тигр это чудо природы Животное О существовании которого Знает любой ребенок на земле Где бы он ни вырос Тигр является собирательным образом Олицетворяющим собой Гармонию природы А ведь это так важно Для выживания человечества Но мы должны действовать уже сейчас Нельзя терять ни секунды Тигра можно спасти Лишь объединенными усилиями Всего человечества Сегодня решается судьба Индийских тигров Если этих прекрасных кошек Не удастся сохранить здесь В одном из их последних убежищ на земле Они могут исчезнуть навсегда В наши дни тигры переживают Не лучшие времена Поэтому они уходят в тень Тень тех руин Которая символизирует собой Тысячелетнюю историю взаимоотношений Человека и тигра Зима Холод Тест на выживание Даже время Как будто замерзло Жизнь замирает Почти все животные Либо зарылись в землю Либо впали в спячку Либо просто отправились туда Где теплее В горах Шига На севере Японии Одна из самых лютых зим на земле Горы укрыты толстым слоем снега Голые стволы деревьев Вонзаются в небо Как черные молнии Однако и здесь Жизнь не остановилась На снегу можно заметить Жизнерадостных Не по сезону созданий Вестников гор Это японские макаки Или снежные обезьяны Единственные на земле обезьяны Живущие в холодных северных горах Эти энергичные Любопытные И умные существа Превращают суровую зиму В праздник жизни Горы Шига Находятся к северу от Токио И входят в горную систему Японских Альп Этот регион Где землетрясение И извержение вулканов Обычное дело Японцы прозвали Джига Кудани Проклятая долина Снежные обезьяны Поселились здесь Относительно недавно На протяжении почти всего Последнего миллиона лет Они населяли более теплые Равнинные леса Японских островов С течением времени Люди вытеснили обезьян В холодные горы Где тем пришлось Приспосабливаться К совершенно другому Жизненному укладу Это было непросто Зима длится здесь Четыре месяца Выпадает много снега А температура Опускается ниже нуля Где кабрю В обезьянном рационе Остается только Содранная светок кора Раскопанная коренью И оставшиеся с осени Замерзшие ягоды Каждый день Обезьянам нужно потребить Достаточное количество Калорий Чтобы выжить Основатель заповедника Джига Кудани Сога Хара Был одним из первых Кто начал изучать макак В зимний период Зимой поведение обезьян Немного отличается От их поведения В другое время Они не так широко Мигрируют Они не могут перемещаться На большие расстояния Поскольку им мешает снег Они кочуют по территории Площадью Всего в 2-3 квадратных километра Но однажды Обезьяны открыли Новый способ Который помогает им Выстоять в столь суровых условиях Возможно Это было делом случая А может быть Это был подвиг К одиночке Как бы то ни было Благодаря этому открытию Зима для снежных обезьян Проклятой долины Превратилась в сезон Тепла и общественного Спокойствия Самки заносят в воду Своих самых маленьких детенышей Ветераны Греют старые косточки В теплой воде Минерального источника Для молодняка Бассейны Это игровые площадки Где они придаются Тем же самым Водным забавам Что и наши дети Однако горячие источники Макаки являются для обезьян Не только тем местом Где можно хорошо провести время Они служат им Тренировочной площадкой Где оттачиваются Социальные навыки Постоянно вычесывая Друг друга Макаки укрепляют Социальные связи Которые помогают Стать им единой стаей Я не знаю Почему обезьяны Впервые залезли В горячий источник У реки имеется Много горячих источников Возможно Они купались в них И до того Как мы здесь появились Обезьяны любят плавать летом Они не боятся воды Когда зимой Обезьяны набредают На горячий источник Они естественно Хотят опустить в него Руки или ноги А может быть И все тело Может быть Именно так Они и узнали Что купание В горячем источнике Это приятное ощущение Многие японцы считают Что благодаря своему Авантюрному нраву Обезьяны занимают Особое место В животном мире Особенно это характерно Для последователей Синтоизма Традиционной японской Религии Обожествляющей природу В синтоизме Снежные обезьяны Существа Высокочтимые Ежегодно Тысячи паломников Взбираются на гору Хиеи Неподалеку от Киота Где находится Храм Хиоши Здесь Жрецы Синто От их имени Преподносят Обезьянам дары Люди верят в то Что дикие обезьяны Являются посредниками Между жрецами И духами горы Прекрасные произведения Средневековой Японской архитектуры Часто украшают Изображения обезьян В том числе Трех мудрых обезьян Не вижу зла Не слышу зла Не изрекаю зла Обезьяны-хранители Оберегают храмы И императорские дворцы Снежные обезьяны Излюбленные персонажи Традиционного японского искусства Они стали главными героями работ Известного художника 19 века Мори Сосена Много лет он прожил В одиночестве в горах Чтобы лучше узнать обезьяну И его картины были Столь реалистичны Что современники считали Что и сам он Произошел от обезьяны Изучая макак На протяжении 30 лет Сого Хара Обнаружил множество черт Роднящих людей С обезьянами В прошлом году Один из детенышей Вскоре после появления на свет Лишился матери Которая погибла В результате несчастного случая Тогда он еще питался Материнским молоком Мне было интересно Понаблюдать Что будет делать Этот детеныш Оставшись без матери Выживет ли он Наблюдая за ним Я понял Насколько важным Институтом является Для обезьян семья Даже если детеныш Остается без матери О нем позаботится Его бабушка Прошел уже целый год И он судя по всему Чувствует себя хорошо В последнее время Институт семьи В человеческом обществе Находится в упадке Изучая обезьян Я пришел к выводу Что нам следует Пересмотреть Наше отношение К институту семьи Когда солнце Садится за горную гряду И температура падает Обезьяны Неохотно покидают Горячие источники Они собираются В стаю И отправляются По заснеженным тропам В горы Где на вершинах деревьев Находится их гнезда С наступлением темноты Обезьяны продолжают Пользоваться остатками тепла Которое они принесли С собой из источников Это животворное тепло Позволит им пережить Холодную зимнюю ночь Весна Время солнца От тепла И надежд В любом уголке земли Весна Это возрождение Молодая листва Молодые побеги Молодая поросль Однако в мерцающем Подводном царстве Все происходит по-другому Здесь весеннее великолепие Это танец волн Луны И обитателей моря Для наблюдения За этим праздником жизни Не найти место Лучше австралийского Большого барьерного рифа Крупнейшего Кораллового рифа На земном шаре Это величайшее сооружение Создано Живыми существами Его видно Даже с луны Некоторые называют его Самым большим на свете Живым организмом Однако в действительности Он состоит из множества Загадочных живых существ Животных, которые выглядят Как растения Рыб, похожих на бабочек Морских черепах Которые летают в толще воды И змей Которые дышат воздухом Но живут на большой глубине Каждую весну Когда дни становятся длиннее А солнце пригревает все сильнее Коралловый риф обновляется И так было всегда Местоположение Большого барьерного рифа Кристально чистые воды У северо-восточного побережья Австралии Здесь сотни мелких рифов Соединились в один Тысячекилометровый большой барьерный В Коралловом море Для кораллов Природой созданы идеальные условия Теплая, соленая Хорошо прогреваемая солнцем вода Поэтому даже на небольшом рифе Можно обнаружить больше видов Коралловых полипов Чем во всем Атлантическом океане Возникновение любого рифа Это результат неустанной работы Нежных существ Размером с пальчик ребенка Миллиардов коралловых полипов Родственных видов Живущих большими колониями Вся их жизнедеятельность Настолько синхронизирована Что колонии существуют Как единый организм Год за годом Тысячелетия за тысячелетием Кораллы возводили Свои известковые домики Один на другом Сегодня результатом их работы Стал риф длиной Около 1600 километров И высотой В несколько сотен метров Вся поверхность Этого монументального сооружения Покрыта многими сотнями Различных видов кораллов Которые зачастую принимают Необычные и причудливые формы Твердые кораллы Превосходно себя чувствуют В бурных водах внешнего рифа Ветвистые кораллы И альционарии В более спокойных водах лагона Каждый коралловый полип Является частью Цветущего волшебного мира Который дает пищу, защиту И убежище Тысячам видов тропических рыб И беспозвоночных Актинии Прекрасные, похожие на цветы животное Вооруженные жалящими щупальцами Прикрепляются к голым склонам рифа Здесь, омываемые приливами Актинии пируют Процеживая богатую планктоном воду Компанию актинием Составляют рыбы-клоуны Эти красочные рыбки Не имеют врожденного иммунитета К яду актинии Они понемногу дают ей себя жалить Пока не становятся Невосприимчивыми к яду Каждую весну Когда дни становятся длиннее А вода теплее Сохраняющиеся пожизненно Семейные пары рыб-клоунов Готовятся отложить свою икру Прямо внутрь ядовитого цветка Приютившей их актинии Самец будет преданно Охранять кладку Пока мальки не вылупятся И не уплывут Черно-белой рыбе Весна приносит дополнительные Родительские заботы Эти рыбы энергично защищают Не только свою икру Но и мальков Они выгуливают их В безопасных местах И отгоняют хищников Весной весь риф бурлит Новой жизнью и молодой энергией Традиционный брачный танец Морской иглы Происходит на закате У морских игл Все происходит Вопреки принятым правилам Самка откладывает икру Прямо в самца А тот вынашивает и производит На свет живых мальков Но из всех событий Происходящих весной на рифе Ничто не может сравниться с одним Каждый год в одну из ночей Кораллы устраивают Эффектное шоу Они размножаются Лишь недавно это зрелище Сделалось доступным для русских глаз С наступлением темноты У рифа собираются Океанские животные фильтраторы Гигантские манты Двадцатиметровые китовые акулы Скаты-орлики Все они приплыли сюда В ожидании пиршества Весенняя ночь Полнолуние Океан Блестит серебром Прилив в эту ночь слабый Поэтому волнения на море почти нет Начинается эта ночь так же Как и любая другая Рыбы-попугаи устраиваются на ночь В защитных коконах Из подводных расщелин Выползают мурены Среди коралловых зарослей Снуют каракатицы Но эта ночь Ночь волшебства Совершенно синхронно Один за другим Сотни видов кораллов Триллионы особей Начинают нереститься В животном мире Ничто не может сравниться С этим Взрывом жизни Один за другим Кораллы Извергают из себя Икру И семенную жидкость Они парят в теплой воде Похожие на снежинки Эта метель Знаменует собой Появление на свет Нового поколения Коралловых полипов В последующие дни Миллиарды новорожденных коралловых личинок Рассеются по всему морю И начнут строить новую жизнь Новый риф Который будет давать пищу Гров и нерестилище Для всех других диковинных обитателей Кораллового мира И новый риф будет расти Как вот уже 500 миллионов лет Растут все остальные И превратиться в очередное звено Мерцающей живой цепи Называемый Большим Барьерным рифом Лето Пора изобилия Тепла и набежда Время, когда живые существа Растут, размножаются и взрослеют Расположенный на крайнем севере Аляски Национальный арктический заповедник Летом представляет собой Одно из самых удивительных мест на Земле Здесь жизнь Рождается прямо из-за льда Чему способствует солнце Не заходящее все 24 часа в сутки Все растет здесь поразительно быстро Цветы Птенцы Но вероятно Самым удивительным явлением в этом льду Следует считать оленей Карибу Чья численность удваивается В течение очень короткого времени Национальный арктический заповедник Занимает территорию Арктической низменности На севере Аляски Это на 160 с лишним километров севернее Северного полярного круга С севера подступы к этой холодной безлюдной пустыне Площадью 8 миллионов гектаров Прикрывают ледяные просторы моря Бафорта А с юга величественные вершины хребта Брукса Самой северной в мире горной системы Это последний в Северной Америке Нетронутый уголок дикой природы Этот ландшафт сформирован штормами, глетчерами И бесконечным движением жизни На протяжении многих тысячелетий Эта земля играет важнейшую роль в жизни 150 тысяч карибу Названных по имени крупной местной реки Поркью Пайновым стадом Карибу, или же северные олени Мигрируют крупными стадами Насчитывающими десятки тысяч голов Это древнейший на земле вид оленей Единственный, у которого рога носят и самцы, и самки Каждый год Поркью Пайнового стада Совершает великий переход через непроходимые леса, реки, горы Трудно назвать других сухопутных животных Которые ежегодно мигрировали бы на 1600 километров Борясь с холодом, голодом, глубоким снегом и волками Цель оленей – тундра у северной оконечности континента Здесь все они родились И сюда они приходят, чтобы произвести на свет потомство В тундре даже летом Лед лежит на глубине всего лишь Нескольких сантиметров от поверхности Поэтому деревья здесь расти не могут Однако почва здесь на удивление плодородная Вся поверхность земли густо покрыта кустарниками и лишайниками Которыми и питаются олени Именно благодаря этим бескрайним пространствам Оленей трудно застать врасплох Они видят все до самого горизонта Здесь происходит чудо естественной синхронизации Самки карибу рожают столь согласованно Что большинство оленят появляется на свет в течение нескольких дней Оленят рождается так много, что это превосходит аппетиты Даже самых голодных хищников Эта самка гризли, оголодавшая за время спячки Приложит все силы, чтобы накормить молодой олениной своих медвежат Как и все гризли, летом она питается почти исключительно мясом Она вынуждена поторапливаться Поскольку у нее в запасе всего лишь несколько месяцев Прежде чем наступит новая зима И придет время очередной долгой спячки Она должна утроить свой вес Отел карибу Это ежегодное медвежье пиршество В отдельные годы падеж молодняка доходит до 50% Что очень радует медведей Которые съедают в день до 40 килограммов мяса И хотя этот гризли очень силен и способен развивать очень высокую скорость Даже молодой карибу располагает целым арсеналом защитных средств Он ловок, вынослив и живет в стаде Субтитры создавал DimaTorzok Через несколько минут после рождения Оленята встают на ноги Через несколько часов они довольно уверенно передвигаются А через несколько дней Они уже стоят на ногах настолько твердо Что бегут вместе со стадом Пасутся на ходу И останавливаются только для того Чтобы приложиться к материнскому времени Эволюция приспособила карибу к длительным переходам Снабдив их широкими круглыми копытами Которые одинаково хорошо держат оленя Как на снегу, так и на болоте Полая изнутри остевая шерсть оленей Делает их настолько плавучими Что они переправляются через бурные реки Аляски С легкостью Подпрыгивая на волнах, как поплавки Однако речные переправы Являются одним из самых опасных предприятий Для маленьких оленят Ледниковая вода очень холодна Ее температура лишь ненамного превышает Нулевую отметку Течения коварны Берега реки покрыты ледяной коркой Однако, несмотря на все эти серьезные препятствия Олененку никак нельзя отстать от матери Если это случится Он может потеряться в сутолоке На протяжении многих тысяч лет Вместе с Карибу Мигрировали и кучины Коренные жители этих мест Они пришли в Америку из Азии По сухопутному мосту Соединявшему оба континента В том месте, где теперь находится Берингов пролив Во время последнего оледенения Кучины выслеживали Карибу В зимних лесах А летом шли за ними На север в тундру Сегодня кучины, вроде Сары Джеймс Круглый год живут в арктическом поселке На границе национального арктического заповедника Кучины люди Карибу Если бы не Карибу Мы бы здесь не выжили Легенда гласит, что когда-то Давным-давно люди и Карибу Были единым племенем И что даже сегодня Перцем каждого кучина Сохранился кусочек оленьего сердца В языке кучинов существует Семнадцать слов Для обозначения Карибу В наши дни, так же как и в прошлом Олени для них Это и еда, и одежда Весь жизненный уклад племени Тесно связан с миграциями Оленьего стада У кучинов есть традиция Мы не трогаем первые стадо Проходящие через наше стойбище Потому что во главе всего большого стада Обычно идет опытная олениха Мы считаем, что она самая мудрая И именно она указывает дорогу всему стаду Если мы ее убьем Все остальные олени заблудятся И тогда стаду придется возвращаться назад Чтобы организоваться заново И сегодня людям, подобным Роус Ли Удается пережить здешнюю зиму Благодаря Карибу Вся еда, одежда и доход кучинов Это олени Шкуры Карибу идут на изготовление Традиционных курток, штанов, рукавиц и обуви Из шкур с оленьих ног Делают унты, мешки Рансы для собак Или мешки для хранения продуктов Значение Карибу для кучинов Невозможно переоценить Это вся наша жизнь За многие тысячи лет Жизнь Карибу здесь никак не изменилась Время идет Оленята растут и набираются сил В заповеднике оленята учатся вести себя как взрослые В игре молодые самцы приобретают навыки Которые пригодятся им в будущих брачных поединках Здесь у них вырабатывается выносливость Которая понадобится им в их первом большом переходе В долгом пути на юг К августу арктическое солнце греет все меньше На реках появляется первый ледок Как только выпадет первый снег Олени становятся беспокойными Наконец в один из дней ранней осени Стадо отправляется в путь Карибу покидают тундру до следующего лета Субтитры создавал DimaTorzok Хотя на большей части земной поверхности год состоит из четырех Постепенно сменяющих друг друга сезонов В некоторых местах их только два Сезон дождей, когда льет как из ведра И сухой сезон, сезон засухи Один из самых засушливых сухих сезонов Наблюдается на южноафриканском плоскогории На протяжении пяти месяцев здесь не выпадает ни капли дождя Земля умирает прямо на глазах Ее выжженная поверхность испещрена трещинами Это результат работы солнца и ветра На небе ни единого облачка Все живое существует на грани между жизнью и смертью Вода становится великим уравнителем Все остальное отходит на второй план Но в этом царстве засухи есть один оазис Река Замбези Тоненькая ленточка жизни Несущая свои воды из дождевых лесов центральной Африки К засушливому вельду Зимбабве и Замбии Первым европейцем, побывавшим в этих местах Был шотландский исследователь и миссионер Давид Ливингстон По поручению лондонского миссионерского общества Он 30 лет путешествовал по Африке Насаждая христианство на Черном континенте Ливингстоном владело почти фанатичное желание Он хотел положить конец африканской работорговле Он верил, что если ему удастся найти водный путь к океану Он сможет научить африканцев торговать природными ресурсами, а не рабами Его главной надеждой была река Замбези Широкая, спокойная, длиной примерно в полторы тысячи километров До него дошли слухи о водопаде в среднем течении реки Но Ливингстон отнесся к ним без должного внимания Когда же в ноябре 1855 года он наконец его увидел, скептицизм уступил место восхищению Водопад этот необычно устроен Просто вся масса речной воды проваливается в пропасть или расселенную Расположенную прямо поперек речного русла Никогда еще глаза европейцы не видели ничего подобного Наверное, раньше эта красота была доступна лишь взором ангелов небесных Понятно, что при высоте в 100 метров этот водопад был среди высочайших, открытых на тот момент Он был в два раза выше Ниагары и более чем в полтора раза шире Перед тем, как провалиться в бездну, вода разливалась примерно на полтора километра Ливингстон был настолько покорен красотой водопада Что назвал его в честь английской королевы Виктории Однако его африканское имя Мосси-О-Атунья Дым, который гремит, гораздо более образно Мелкие брызги от 280 тысяч кубических метров воды Ежеминутно падающей в пропасть Поднимаются вверх почти на 500 метров Водяной туман во время сухого сезона поддерживает жизнь дождевого леса Раскинувшегося по обеим сторонам ущелья Этот непроходимый тропический лес Стал домом для огромного количества видов растений и животных Птиц, зеленых мартышек, водяных козлов Вода здесь живительная сила Она стекает с зеленых листьев Нежно массирует перья И собирается в лужах В дождевом лесу водяной туман Превращаясь в обычную воду Дает жизнь всему живому Птицы, которых очень мало В близлежащей засушливой саванне В этом влажном мире водятся в изобилии Пселоеды, зимородки, бульбули, цизоворонки, бородатки Ниже водопада Замбези меняет свой характер Она становится бурной рекой с водворотами Протекающей по извилистому ущелью Ливингстон прошел эти стремнины на деревянном каноэ Не перевернувшись и не налетев на подводные камни За горными ущельями течет уже совсем другая река Широкая, извилистая, часто разливающаяся Река, которую Ливингстон называл божественной дорогой к морю Ее самым живописным местом являются озера Мана Образовавшиеся на месте старых речных русел Это еще один оазис в этом мире засухи В Африке есть лишь несколько мест Где африканская фауна представлена столь же богата Здесь животные встречаются, общаются, играют В этих местах сохранилась и процветает одна из крупнейших На африканском континенте популяция слонов Здесь много воды, которую можно пить И грязи, в которой можно валяться и прохлаждаться Гиппопотамам, которые настолько зависят от воды, что почти из нее не вылезают Озера помогают выдерживать вес собственного тела и переносить жару Африканская фауна Африканская фауна Озера Мана, как и почти все берега Замбези Можно сравнить по разнообразию представленных здесь видов С крупнейшими зоопарками И хотя мечта Ленингстона о судоходной реке так никогда и не осуществилась Он, как первопроходец, открыл истинную ценность Замбези Это река, сохраняющая жизнь во время засухи Источник хрупкого существования дождевого леса Волшебного дара, дыма который гремит По всему земному шару времена года неспешно сменяют друг друга И у каждого есть свой пик Когда ландшафт и те, кто его населяют Находятся в состоянии полнейшей гармонии Тысячи копыт, марширующих по древним маршрутам на Аляске Торжество новой жизни, подводная метель на Большом барьерном рифе Победа над холодной зимой в горячих источниках японских Альп Потрясающая мощь охотников, обитающих в индийских джунглях Животворная сила африканской реки во время засухи Все эти великолепные моменты дарит нам вечная и прекрасная природа Субтитры создавал DimaTorzok